11 сентября, день Ивана Постного, назван в честь святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна. Он предсказал появление Иисуса и крестил его в водах реки Иордан. Иоанн предтеча погиб мученической смертью, и все потому, что порицал царя Ирода Антипу. У этого царя была супруга, но он оставил ее, и убив собственного брата, забрал его жену Ироиаду, с которой стал сожительствовать. Обличение не понравилось Ироиаде, и она подстроила так, чтобы обезглавили Иоанна. В народе сегодняшний день называли репным, так как убирали этот корнеплод. И на столе обязательно должна была быть репа и много другой вкусной еды. А также принято было собирать и другие корнеплоды, свеклу, морковь, картофель. Что касается названия постник, так это от того, что ели сегодня овощные блюда из репы и другие. С этого дня осень постепенно вступала в свои права. Даже была пословица, пришел Иван и за собой лето увел. Кстати, сегодня устанавливались некоторые запреты. Нельзя было собирать и употреблять в пищу капусту, яблоки, лук и все то, что напоминало человеческую голову. Связано это с тем, что сегодня церковь почитает память Иоанна Крестителя, который был обезглавлен. Кроме того, сегодня нельзя в руки брать нож. Это к большому несчастью. Сегодня также поминают всех воинов, которые ранее погибли в сражениях. Обязательно раздают милостыню нищим и обездоленным людям. Угощают их едой. Иван Постный считался своеобразным рубежом. В поле уже не выходили, а занимались приготовлением разносолов. Сегодня открывались осенние ярмарки и торги. Приметы. Если на Ивана Постного журавли на юху летели, то зима будет ранней. К снегу, если увидишь лебедя, летящего в небе. А если гуся, то к дождю. А 20 дней перерыва это когда? Когда сколько? 10 дней вы это все принимали. Так. И 20 дней перерыва. И так в течение года, да? И так в течение года, да. Сосудики будут эластичные и кости. Потому что если слишком много кальция оказывается, вот это все у нас делается хрупкое. Ногти, кости, сосуды и прочее. А сосуды она как, укрепляет или чистит? Сосуды как раз, она будет делать стеночку эластичной. Потому что смотрите, что получается. Вот кальций, когда он кальцинирует сосудистую стенку, она делается хрупко. Как только давление повысилось от того, что человек поволновался, погода, там что-нибудь, ну, напряжки еще. Да, тяжело поднял, да? Вместо того, чтобы расшириться, он лопается, сосуд. И так, что у вас там получается с капучкой, слышу, она так пахнет. Смотри, уже почти. Ага, сейчас. Так, ложечка, ну-ка, сейчас я. Давайте, о, начало пахнуть. Да, 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 сейчас я буду смешать. Вот, и попробуем. Давайте попробуем. Так, сейчас смоку, смотри, здесь она лимит. Так, сейчас вот сюда. Давайте, перекладывай. А мы можем здесь как раз все это перекладывать. Так, сейчас я попробую. Ну, давайте, попробуйте. И, кстати, старайтесь вот капуточку несколько не добавить, чтобы она в середине немножечко хрустела. Тогда она сохраняет все свои полезные свойства, ну, вернее, большинство полезных свойств. И... По-моему, сварилась. Попробуйте тоже. Давайте. Да, сварилась. Давайте, попробуем. Так. По-моему, уже сварилась. Прошло 10 минут. Сварилась? Да. Ну, все. Именно то, что она слегка хрустит, это говорит о том, что она в большинстве своих полезных свойствах пролила. Да. И мы снимаем. Да, крышку поднимаем. Я снимаю. Да. Вот сюда. Вот немножко вылить. А, можно воду вылить? Да. Вот так вот как-то. Давайте, выливайте водичку. А, кстати, она, ее можно пить, давайте ее в стакан убить. Давайте, тогда не надо. Она же вся с витаминами. Конечно. Вот. Поэтому ее лучше выпить. С удовольствием попробовать водичку. Да, да. Ну, она же пропитана витаминами. Там чуть-чуть останется воды, это не беда. Ничего страшного. Да. Оно даже нужно, лучше со сметаной сливится. Так, вот чуть-чуть там уже на дне. Давайте. Сейчас, если есть вода. Так. А вот сметана у нас. Сметана. Ну, все просто. Сейчас сметану, значит, сюда вот снимаем. Ну, это ложки 3-4 где-то вот. Вот здесь. Кстати, вот это блюдо, если поменьше добавлять сметанки, будет способствовать тому, что очень будет стройнить нашу флевую. И, кстати, все, я знаю, диетологов, которые работают с людьми, у которых вес зашкаливает за 200 килограмм, и потом они спускали с килограмм где-то 90, они весили 100, применяли в питании капусту. В любых видах. И вот эта капуста, конечно, Владимира Сергеевича, великолепно будет подходить для этой цели. Вот, даже можно еще одну ложечку там, где-то у нас сметанки, банки. А вот вы брали. А вы уже всю ее израсходовали. Незаметно. Ну ладно, можно вычищать еще одну ложечку. Ну ладно. Вот. И сейчас можно огонь потише сделать, чтобы... А еще она потушилась? Да, потушилась, впитала сметану. А, значит, сметанку и впитала. Ну, какое у вас это. Огне, да. То есть, чтобы все компоненты соединились вместе. Так, вот я сейчас могу немножко тише сделать. Давайте. Она как раз вот сейчас просто плита, а горячая она будет держать. Не, не, она все она держит, нормально. Она, знаете, как русская печка держит эту температуру. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho.pro. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok